Партнер программы новости – медицинский центр «Анапа-Океан». В эфире новости «Анапа-Регион» и я Кристина Рабина. Здравствуйте. Итак, смотрите сегодня выпуски. С самолетов-изолятора в «Анапе» с рейса сняли дебоширом. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. С этого дня началась история курорта. Ровно 117 лет назад в «Анапе» заработал первый санаторий, как развивалась главная отрасль в те годы. Путь к звездам юные курортники узнали больше о космосе и даже смогли попробовать себя в роли космонавтов. Искоренить угрозу в прямом смысле. В «Анапе» продолжают борьбу с вредным карантинным растением амброзии. Ежедневно городские службы освобождают от сорняка парки, скверы и газоны вдоль дорог. На помощь выходят и общественники. Еженедельно по пятницам в городе и сельских округах проводятся субботники. В третьем микрорайоне вдоль улицы Амелькова высадился десант муниципальных работников. Это специалисты централизованной бухгалтерии администрации. На закрепленном за ними участке много густой растительности, среди которой скрывается и вредоносная сорная трава. Ее удаляют ручную вместе с корнем. В прицеле внимания каждый квадратный метр. Нельзя допускать светение травы, поэтому такие субботники по решению главы города стали регулярными. Сегодня в разных районах города работают порядка 130 сотрудников администрации. Кроме того, свой вклад вносят и общественники. В каждом районе ТОСы организуют экологические акции. Подключаются и жители. Они очищают от сорняка не только частные территории, но и прилегающие к ним участки. На въездных трассах косят траву новенькие газонокосилки Зеленстроя. Эта же современная техника помогает поддерживать порядок и в парках, и скверах города. Любят свой сельский парк и в поселке Виноградном. Здесь регулярно также косят траву. Максимально прилагаем усилия, чтобы не допустить ее массового произрастания на территории округа. Для этого предпринимаются следующие меры. Значит, у нас работают два косильщика, которые осуществляют, и сейчас именно целенаправленно работают по борьбе с амброзией. То есть выявляем места на общественных территориях и принимаем меры для ее уничтожения, пока она не начала для цветения. Также на территории округа работают мобильные группы. Ежедневно объезжаем территорию округа с выявлением тех мест, имеется в виду и частные территории, и крупных наших землевладельцев, где произрастает амброзия для дальнейшей передачи в сельхозуправление с последующим фитонадзорного российского представительства, чтобы к ним принимали соответствующие меры. Однако есть и примеры безответственного отношения к своей земле и к окружающим людям. На Анапском шоссе вдоль элитной застройки в частном секторе амброзия готовится зацвести пышным цветом. Бросается в глаза и пышные кусты вредоносной травы у магазина «Лонг» прямо на въезде в город. Между тем, борьба с карантинным сорняком закреплена законодательно и является обязательной для всех землепользователей. Но дело даже не в административной ответственности. Важно понимать, что любовь к городу проявляется и в том, насколько мы неравнодушны к тому, что нас окружает. На курорте продолжают наводить порядки в сфере торговли. Еще три незаконных объекта пошли под снос. В ходе рейдовых операций муниципального контроля улицы Анапа освобождаются от несанкционированной торговли. Всем нелегальным предпринимателям выносят предупреждение и дают сутки на то, чтобы убрать некапитальные конструкции с муниципальной территории. Если нарушитель не идет на контакт, точка демонтируется и отправляется на специализированную штрафстоянку. Так, накануне с незаконно занимаемой территории были вывезены три киоска, торгующих прохладительными напитками на перекрестке улиц Владимирская и Новороссийская. Аналогичные решения о сносе приняты еще по 40 самовольным торговым объектам. После официального предупреждения они также будут вывезены с несанкционированных мест размещения. Также специалисты провели ревизию торговых точек на пляжных территориях. На специальной комиссии рассмотрели и вынесли решение по 13 незаконным объектам торговли. В течение следующей недели, если собственники не уберут торговые павильоны самостоятельно, их демонтирует муниципальный контроль. В аэропорту Анапы правоохранители задержали дебошира, устроившего драку в самолете. Приземлившемуся московскому рейсу был направлен наряд полиции. Правоохранители доставили нарушителей в дежурную часть аэропорта. Как выяснилось, подрался мужчина со своей супругой. Позже она рассказала, что во время полета у них произошел конфликт, который привел к рукоприкладству со стороны мужа. По словам правоохранителя, мужчина был направлен на медицинское свидетельствование, однако проходить его отказался. Решением городского суда ему назначено наказание в виде 7 суток административного ареста. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 213 Уголовного кодекса Российской Федерации. Съемки кино в Анапе не редкость, но фильм-фильм урознь. Полнометражную историческую картину по заказу Первого канала в нашем городе будут снимать впервые. Кастинг актеров и набор помощников для съемочной группы начнется уже через неделю. Представители кинокомпании, которые занимаются организацией грандиозного процесса, обратились к городским властям за содействием. Заместителям главы Анапы Яной Дуплякиной обсудили орг-вопросы и определили место для съемок главных сцен. Появление большого кино на Анапской земле станет событием осени. Организацией съемочного процесса занимается Краснодарская кинокомпания. В Краснодарском крае, в Анапском районе, съемочную группу для съемок фильма, для Первого канала. Пока не буду раскрывать всех тайн, говорить наименование проекта. Все в процессе запуска, поэтому пока держим в секрете. Но анапчане, конечно, должны понимать, что для них выпала большая честь встретить большую съемочную группу. Также расскажу о том, что будет проводиться большой кастинг для местных жителей. И я лично набираю большую базу транспортников, поэтому желающих поработать со съемочной группой, пожалуйста, найдите нас в ВКонтакте, можно высветить мой номер телефона. И мы рады сотрудничеству. И благодарим, конечно, главу Анапского района, что нас приняли, с нами ведут переговоры и сотрудничают. Раскрыть подробности проекта представители киноиндустрии обещают рекламным видеоролике. А пока приглашают к сотрудничеству водителей легковых автомобилей, автобусов малой и большой вместимости. И, конечно же, ждут на кастинг всех желающих. Известно, что главные сцены снимут в Юровке. 21 июля – годовщина со дня открытия первой здравницы в Анапе. Сегодня это санаторий «Маяк». Одному из исторических зданий стремятся вернуть первозданный внешний облик. Для этого используют материалы архивов и старинные фотографии. И вот очень интересно, обратите внимание, вот эти вот деревья, которые здесь сидят только с саженцами еще, посмотрите, как пункт у них у них огромных красавцев. Это первый корпус санатория. Здание появилось в начале 20 века с открытием доктором Владимиром Будзинским санатория на высоком берегу. Рассчитав розу ветров, он вычислил, что именно в этом месте в воздухе самая высокая концентрация йода. Именно отсюда начиналась тропа, которую врач рекомендовал для пеших прогулок. Надпись на первом корпусе санатория обнаружили в этом году, когда снимали штукатурку. Ее фактически обновили свежей краской. Деревянную пристройку реконструируют, опираясь на сохранившиеся фотографии. Анапские художники восстанавливают портрет самого Будзинского, который появился уже в советское время. Идея в том, чтобы вернуть как можно ближе первоначальный облик. Все мы знаем, что исторических объектов остается все меньше и меньше. И когда люди приезжают в Анапу, естественно, им хочется посмотреть на что-то историческое, что было давно. Окунуться в историю, как-то приобщиться к этому месту. Потому что на самом деле это же было санаторий Маяк, это место, это первое место в Анапе этого началась Анапа. Санаторий открылся 21 июля 1900 года. За два года до этого Владимир Будзинский получил кредит в Харьковском земельном банке. Фактически взял ипотеку. Начинание оказалось перспективным. В то время такое лечение было доступно только состоятельным персонам. До Анапы на воды было принято ездить в Европу. Через пять лет это была уже целая сеть санаториев. Уставный капитал акционерного общества составлял 600 тысяч царских рублей. В переводе на современные деньги сотни миллионов. Документы и личные вещи Будзинского хранятся в Анапском краеведческом музее. Он был не только организатором и создателем курорта Анапы, а еще и был один из организаторов и создателей курорта Геленджик, есть из Сестрорецка Ленинградской области. Впоследствии, вот когда уже была установлена советская власть, то есть он не дожидался, пока у него отберут эти санатории, а самолично явился в курортное управление, лично передал все свои санатории. Долгое время там работал, ну не долгое так, не долгое, в общем-то, наоборот, время. Работал рядовым врачом, а потом его такие замечательные, активные такие человеческие качества использовала новая власть и отозвали его в курортное управление Краснодар, ну Екатеринодар на тот момент. Сейчас лечение водой и грязями доступно человеку со средним достатком. В маяке сегодня одновременно могут поправлять здоровье более 180 человек. Самый первый анапский санаторий был исключительно летним. Зимой Будзинский писал книги и занимался продвижением своего проекта. Его последователи стремятся сделать Анапу круглогодичным курортам в большей степени, чем сегодня. Сегодня специалисты ДРСУ «Вираж» приступили к восстановлению улицы Черноморская. Работа ведется параллельно несколькими бригадами. Четыре единицы тяжелой техники задействованы в демонтаже старого бордюрного камня. И сразу же устанавливаются новые бордюры. Всего на участке предстоит уложить их более полутора километров. Несмотря на неудобства, связанные с ремонтными работами, жители довольны. Плитка стоит лет 80, не меньше, потому что мы 50 лет здесь живем. Она до нас делалась давным-давно. Плитка крепкая, хорошая, но старая. Так что надо менять и обновлять город. Красиво будет, асфальт постелят новый и будет у нас порядок. После установки бордюров рабочие поднимут люки на несколько сантиметров, проведут черновой ямочный ремонт на всей улице. А уже после всех подготовительных работ здесь будет уложен трехсантиметровый слой асфальтовой смеси. По факту улица Черноморская обретет абсолютно новое покрытие. Параллельно с этим асфальтовые работы будут проводиться на улице Краснодарской и Пионерском проспекте. Все работы планируется завершить до конца месяца. Всероссийский детский центр «Смена» держит курс «Космическое будущее». Перед детьми, отдыхающими в лагере, выступили сотрудники Центра подготовки космонавтов имени Юрия Алексеевича Гагарина. Специалисты рассказали о профессии космонавта и об особенностях подготовки к ней. В рамках мастер-класса ребята смогли не только больше узнать о профессии, но также примерить скафандр и попробовать космическую еду. Как выглядит скафандр, что необходимо делать космонавтам в экстремальной ситуации и чем питаются в космосе. Об этом сменовцы узнают на мастер-классе от сотрудников Центра подготовки космонавтов имени Юрия Алексеевича Гагарина. Это, безусловно, пропаганда космоса. Я вчера проводила занятия с детьми, очень порадовалась, что знаю таких космонавтов, как Гагарина, Титова. И хотелось бы, чтобы наших современных космонавтов тоже знали, поскольку история, она освещается, а вот нынешнее состояние космонавтики почему-то находится в тени. Мы стараемся сделать все, чтобы это стало более доступно. В открытый космос все космонавты отправляются со специальными экстремальными блоками. В трех сумках находится вода, еда и медикаменты, которых хватает до двух-трех суток. Например, 6 литров воды помогут двум космонавтам выжить до помощи в течение 48 часов. Когда космонавты выживают в пустыне, они делают укрытие, такое продувное, небольшой тент, невысокий, и сверху вот эту меднакидку. И даже вот когда на улице жара больше, чем сейчас на улице, то под этим тентом космонавты абсолютно не потеют, абсолютно комфортные условия, потому что отражают все утрофиолетовые лучи. Чтобы умыться в космосе, используются специальные салфетки. Они пропитаны жидкостью, которая не вызывает аллергии. А пища в открытом космосе только сухая. Много должно быть калорий, минеральные вещества, белки, углеводы, жиры. То есть все должно быть, как в нашей обычной пище. Во время мастер-класса у ребят есть уникальная возможность померить скафандр «Сокол». Его надевают перед выходом в открытый космос. Он весит около 10 килограмм. Я надевал скафандр настоящий, который надевают космонавты, когда происходит разгерметизация корабля. Что он очень тяжелый и неудобный. По словам мальчишек и девчонок, мастер-класс оказался очень интересным и познавательным. Далее информация о погоде на завтрашний день. Партнер прогноза погоды – фирменная сеть магазинов «Тавровские мясные лавки». В «Тавровских мясных лавках» сервилат «Финский» – 335 рублей. Сардельки-шпикачки – 209 рублей. Колбаса «Ганноверская» – 185 рублей. «Тавровские мясные лавки» в «Анапе». Парковая – 93А. Крымская – 98. Амелькова – 28. И Астраханская – 75А. По прогнозам синоптиков, 22 и 23 июля в «Анапе» ожидается переменная облачность. Возможно, дожди. Температура воздуха днем до плюс 29 градусов, ночью прохладнее – 21 выше нуля. Ветер северо-восточный от 3 до 6 метров в секунду. Атмосферное давление 756 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды плюс 23 градуса. И в завершении выпуска информация о наших партнерах. Производственное предприятие «Меркурий-2» успешно ведет строительство многоквартирного комплекса «Кавказ». Строительная компания приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Деловой партнер программы новости медицинский центр «Анапа-Океан» предлагает качественную комплексную медицинскую помощь, начиная от первичной консультации диагностики, амбулаторно-поликлинического и стационарного лечения, включая реабилитацию. Доверяйте свое здоровье профессионалам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. Я с вами прощаюсь. До новых встреч в эфире. Специальное предложение для женщин. Консультация гинеколога плюс УЗИ всего за 998 рублей. Для мужчин уролог и УЗИ за 998 рублей. Анапа-Океан. Ваше здоровье в надежных руках. Подробности по телефону 42419. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова